всех приветствую друзья на канале body song library я наконец-то нашел в себе силы время возможности и прочее 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 чтобы возродить достаточно многим полюбившуюся рубрику с полноценным обзором body song of именно не те что я вот зимой снимал да там на коленке такие кривые косые без монтажа какого-то красивого подсъема и так далее прям вот те самые скажем так первозданные оригинальные обзоры которые начинал снимать еще по моему склона на шек ракен вот так как исходя из статистики это вообще одни из самых популярных видео на моих каналах именно обзоры были сонгов вот и в принципе да мне достаточно много людей писала когда там какие-нибудь обзорчики и так далее там подобное поэтому вот время пришло скажем так теперь эта рубрика также будет появляться у меня на канале не скажу что прям супер часто не буду скрывать снимать обучалки сильно проще чем обзоры обзоры сильно трудоемкая история вот но так или иначе когда мне будут появляться какие-то очень интересные эксклюзивные ножички такие видосы будут появляться на каналах вот к слову да об эксклюзивных интересных ножичках сегодня у нас достаточно дорогой нож на обзоре это то а хейтс стоимостью примерно 50000 рублей примерно вот и в дальнейшем у меня тоже появилась такая возможность доставать некоторые интересные оригинальные эксклюзивные ножи из-за рубежа из америки и так далее поэтому когда они будут мне появляться они также будут проскакивать на канале но сразу хочу сказать колонны никуда не денутся с этого канала можете не переживать вот потому что я прекрасно понимаю что аудитория снг доставать какие-то американские до оригинальные вот эти зарубежные ножи это очень очень сложно и не у всех есть на это возможность поэтому естественно когда будут выходить какие-то мейнстримные там клоны на который будет большой ажиотаж я буду их покупать также делать обзоры без проблем вот поэтому не будет обзоров только на какие-то дорогие ножи не беспокойтесь все останется как и было раньше просто да теперь мне появилась возможность сделать еще на какие-то эксклюзивные дорогие вот так что да в принципе потихонечку можно предисловие заканчивать и переходить уже непосредственно к самому обзору собственно сам нож это то хейтс я уже сказал и сейчас под снимем его поближе покажу вам распаковочку все что в нем лежит все что в нем находится и тогда и тому подобное и собственно да поехали итак теперь мы переходим непосредственно к самому распаковочке хейтса сейчас пройдемся здесь по порядочку комплектации здесь достаточно жирная и так нас до встречает такая коробочка красота здесь особо добавить больше ничего очень красиво прям очень красивая брендированная коробка не просто есть некоторые оригинальные ножи там даже не близко такой комплектации то это реально плюс это очень круто у нас на магнитике открывается здесь у нас написано хейтс то были сонг достаточно красиво все сделано итак первое что нас здесь встречает это брендовая бандана то есть даже скорее не бандана просто платок так вот он у нас выглядит об в основном это служит ну либо просто вы можете куда-то положить но чаще всего на нем разбирают там нож да если надо там что-то пересобрать почистить и так далее тому подобное частенько используются платки здесь вот такой брендированный то тоже он прям бренд то есть ну это уже очень круто очень круто действительно такого я особо не видел каких-то производителей естественно после этого нас сразу здесь встречает непосредственно сам ножик оп кладем его сюда и здесь есть такой потайной отделчик тоже очень круто сделано так вот вынимается и здесь у нас лежит карточка с всеми спеками этого ножа здесь у нас нарисован хейтс сам бог и на обратной стороне выгравированы все спеки этого ножа да то есть из чего он сделан до материал рукояти клинка его серийный номер продакшн б да то есть это вторая партия ножей 131 серийный номер у меня вот тоже то очень прям крутая история очень редко где я видел на оригинальных ножах вот такую вот богатую крутую комплектацию вот поэтому да теперь переходим уже к каким-то самим непосредственно подробностям по ножу на этом он пакинг можно закончить что ж после распаковки не думаю можно плавненько перейти к плюсам и минусам этого ножа я думаю начнем на хорошей волне то есть плюсов и первым прям жирнющим плюсом я бы даже поставил 2 плюса за это если бы мог это будет обработка этого ножа здесь она просто божественная это не какие-то первые впечатления первые эмоции я этим ножом владею уже где-то две-три недели да то есть я его активно прям флипал все это время пытался докопаться до чего только можно честно говорю у меня не получилось обработка деталей на этом ноже просто потрясающе объясню для тех кто немножко не понимает как вы видите на этом ноже безумное количество всяких вырезов прорези и так далее и тому подобное и каждая вот такая вот вырезка да то есть каждая такая прорезь имеет фаски да то есть фаски и если их не снять нож было бы просто отвратительно невозможно держать в руках потому что они бы просто царапали вам руки да то есть было бы мы просто мерзко именно тактильное ощущение здесь нож полностью сглажен абсолютно каждая фасочка она снятая все закруглено все вообще просто шикарно и действительно пытался докопаться как только мог но просто это невозможно здесь закруглено абсолютно все нож безумно приятно держать в руках за это прям огромный жирный плюс да то есть даже клинок видно что все абсолютно снято все закруглено то есть безумно все приятно пенч тоже малюсенький и даже он все равно прям очень мягкий очень закругленный прям приятно в общем нож не только там крутить флипать и так далее даже просто держать его в руках поэтому это прям первый жирнющий плюс это обработка деталей вторым плюсом я конечно же не могу не отметить комплектацию этого ножа сами понимаете как бы такие комплектации есть абсолютно не у всех компаний такие крутые брендовые коробки вот эти вот платки карточки это прям все очень круто очень качественно да то есть это не какой-то супер жирный важный плюс но не отметить это будет нечестно с моей стороны поэтому за комплектацию на этот нож я ставлю прям отдельный жирный плюс это реально круто как-то так третьим просто колоссальней шим плюсом который я обязан здесь отметить на этом ноже это его спейсеры вы такие думаете мол при чем тут вообще спейсеры как их можно записать в плюс спейсеры у нас здесь необычные спейсеры здесь у нас грузиками как вы видите вот эти вот маленькие распорочки внутри спейсера это грузы которые вы можете абсолютно спокойно оттуда достать и по ним поменять немножечко вес ножа поменять немножечко баланс ножа и что самое для меня удивительное и нигде такого не видел поменять звук ножа звук здесь очень сильно меняется с грузами и без чуть-чуть дальше видео я сделаю сон тест и с грузиками и без грузиков и вообще я прям очень подробно про вот эту вот конструкцию расскажу потому что это прям прорывная история в ножевой индустрии все ножи с moderate балансами всегда были чендвич а это первый на сэндвиче но насколько я знаю первый раньше такого нигде не встречал поэтому это просто безумнейший плюс этому ножу и как бы до едем дальше и четвертым достаточно важным и заключительным плюсом является относительная простота получения этого ножа то есть вы можете практически без проблем накупить этот нож и не столкнуться ни с какими проблемами для тех кто немножечко в танке не знает все боли сонги с клинком более 89 миллиметров здесь он более 8 89 миллиметров является запрещенными к обороту на территории рф и провести их нам страну из-за рубежа не невозможно но очень очень сложно для тех кто с этим никогда не сталкивался и хочет попробовать привести оригинальный зарубежный какой-то нож особенно с острым клиночком вы столкнетесь просто с колоссальным количеством проблем вы потратите огромное количество нервов времени сил и денег а еще вам нужны связи потому что вам нужен будет человек за рубежом которым поможет все это дело оплатить в долларах доставить к вам в россии так далее тому подобное еще это сидел могут на таможне развернуть или конфисковать в общем проблем с зарубежной доставкой особенно ножей несметное количество и с недавнего времени как раз таки вот прям буквально на днях перед записи этого обзора то начал сотрудничать с алиэкспрессом и теперь в этот хейт сможете купить на алике вот так все просто просто зайти и купить на алике в наше время особенно для нас для людей живущих в снг это действительно очень важный и жирный плюсик особенно опять же для тех кто еще не знает на алике обновились правила и процентов 90 были сонгов просто оттуда удалили мне сейчас очень много людей пишут мол дания у тебя там под обзорами были ссылки на ножи сейчас они не работают на алике обновились правило были сонги теперь там купить да практически нереально там просто 90 процентов ножей посносили оттуда удалили вот но хоть там есть поэтому не записать в плюсик реально скажем так беспроблемная беспроблемную покупку привоз этого ножа в страну я не могу да то есть это реально огромный жирный плюс в наше время и в нашей стране и теперь мы от плюсов плавно переходим к минусам этого ножа но как вы могли естественно уже догадаться минусов этих здесь немного и на самом-то деле он всего лишь один и я даже не уверен что это прям что-то критичное но не рассказать об этом я вам не могу минус этот заключается в небольшой проблеме с фурнитурой как бы это странно не звучало в общем когда мне этот нож приехал он был идеальный да то есть я достал его из все было шикарно ход везде был идеальным нигде ничего не закусывала естественно нож не тапал это понятно здесь настройка около монолитная вот но я любитель фузо тяга это когда все винты затянуты прям полностью до упора огромной отверткой почему это люблю потому что это делает нож монолитным и улучшает звук вот поэтому я любитель фузо тяга на всех своих ножах и когда я сделал фузо тяг на этом ноже у меня начал кусать ход на опасной рукой именно вот здесь в районе гопа это не критично но это было поэтому есть с на об этом вам рассказывают как я всегда честен своей аудитории рассказываю все так как она есть вот естественно да это мелочная проблема которая решается обычной полировкой шайб за 10 минут но так или иначе есть не столкнулся я вам не рассказываю поэтому да у меня была небольшая проблемка с фурнитурой на фузо тяги опять же да это именно проблемка потому что когда я сделал фузо тяг на безопаске ничего не было да то есть ход был идеальным именно на одной рукояти вот так что как-то так но опять же может быть меня просто преследует злой рок неудача потому что последние мои четыре оригинальных ножа точно также на фузо тяги закусывали на опасной рукояти я не знаю может быть я просто неудачник но так или иначе такая проблемка у меня была я вам они рассказал вот так теперь проведем небольшой сумм тест ножа сейчас здесь все 10 грузиков на то есть по 5 на рукоять сейчас сделаем сумм тест с грузиками и потом уже без грузиков поехали чуть поближе к микрофону буду подносить чтобы вам было слышно и так я снял все десять грузиков нож теперь у нас абсолютно без грузов и делаем сон тест уже без них он становится более таким звонким более в колокольчик отдает скажем так собственно да и так сейчас я вам наглядно покажу и расскажу как здесь устроен это хитрая система спас со спейсерами да которая изменяет у вас баланс и немножечко вес ножа вот сейчас мы с вами в режиме live прям разберем ножичек я вам ускорю видео конечно же и покажу как это дело все устроено именно прям наглядно вот поехали осевые винты нам нужно открутить потому что нам нужно будет немножко вытолкнуть втулку из ее оси так как нам нужно будет отодвинуть естественно а сам лайнер то же самое все дело разобрано втулки мы естественно отсюда выталкиваем именно спейсерные первая втулка пошла спейсер у нас вываливается вторая втулка туда все мы это все дело с вами разобрали и теперь сейчас втулки вот эти их даже не обязательно вытаскивать их можно просто вот чуть-чуть высунуть чтобы вы могли именно лайнер вот так вот просто отодвинуть то есть нож принципе даже не надо полностью разбирать достаточно просто совсем немного отодвинуть лайнер и как вы можете вот здесь вот видеть здесь есть пазики 5 пазов по 5 грузов на рукоять вот они у меня грузики лежат и все что нужно сделать это просто ставить эти грузы по своему желанию по своему усмотрению сколько вам надо да то есть можете вставлять либо все пять либо там два три и так далее да то есть чисто на свое усмотрение скажу честно вес это практически не меняет там порядка что-то ну может грамм полтора на одну рукоять то есть это ну прям совсем мизерные изменения но баланс на удивление действительно меняется я бы даже сказал не то что баланс меняется инерция ножа когда нож находится без всех грузиков на рукоятях ему прям не хватает естественно инерции на концах это чувствуется на всяких сизерных историях по типу там всяких жираф ладдеров и прочее 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 подобные трюки это все очень сильно ощущается поэтому я например люблю флипать именно прям со всеми грузами потому что со всеми грузами этот нож чистая такая х башка с я бы даже сказал небольшим уклоном в рукояти вот и инерции естественно там всегда везде хватает и на концах и в принципе во время выполнения трюков поэтому на постоянной основе лично мне нравится флипать больше со всеми грузиками нежели без них вот но тоже мою им х такое без грузиков звук конечно же сильно сильно лучше у этого ножа потому что он такой прям звонкий колокольчик так далее вот в принципе как можете видеть процедура это занимает буквально тут несколько минут то есть это не какой-то тут прям глобальный геморрой просто ставили грузики об лайнер обратно одели прижали и в принципе все то есть осталось просто собрать всю эту историю мы сидим на садим сейчас я ускорю почему это дело протягиваем нож в принципе готов полностью к использованию все полностью затянут как вы можете сразу слышать на микрофоне звук уже поменялся он стал более тихим вот и ну естественно через видео им это не передам баланс естественно тоже поменялся как искал не баланса именно вот вес на концах рукояти инерция вот это вот она действительно прям очень решает время флиппинга вот но так или иначе система прям очень крутая потому что раньше не раньше а у других компаний если есть вот эта функция со сменным балансом чаще все эта система сэндвич то есть вам приходится разбирать прям полностью весь нож него лезть ковыряться и так далее здесь вы видите вот прям все на ваших глазах за него мне это буквально минуты три-четыре я не знаю да то есть вы просто раскручиваете винты втулки немножко выталкиваете их даже не надо вынимать и принципе либо инсталлируйте либо деинсталлируйте грузики по вашему усмотрению вот система прям огонь мне очень нравится но по моему мнению я бы конечно хотел чтобы здесь еще менялся и вес ножа потому что эти грузики могли заметить они прям предельно маленькие именно вес ножа не меняется то есть там буквально грамм может полтора на рукоять это прямо совсем мелочи 3 грамма на целый нож это не прям сильно решает лично мое имха я бы конечно хотел чтобы условно говоря на каждую ручку вес бы менялся хотя бы грамма по три по четыре тогда это было бы прям очень круто но имеем что имеем так или иначе конструкция реально крутая она реально работает и выполняет так или иначе свою функцию да не так сильно как мне бы этого хотелось но при любых раскладах это очень круто особенно с тем учетом что это не ченвич а всеми нашими всеми нами любимый обычный сэндвич который можно без проблемного так у дела разобрать и собрать вот как то так ну и теперь мы плавно переходим непосредственно уже к самим аспектам флиппинга где я постараюсь чуть подробнее рассказать про каждый тип трюков и про то как они ощущаются на этом ножа что ж пожалуй начнем мы с ролловеров и все что я могу сказать то что здесь они просто замечательные со всеми грузиками на концах ролловеры просто идеально докручиваются не вызывают абсолютно никаких проблем без грузиков лично мне порой иногда не хватает инерции на концах рукоять и приходится прилагать чуть больше усилий это дальше на очереди у нас идут чаплины с ними в принципе тоже нет особо никаких проблем но назвать их идеальными или липнущими к пальцам тоже не могу они просто комфортно ощущаются что с грузами что без них но свое предпочтение его все равно отдал всем десятью грузом так как с ними чаплина контролирует все равно чуть чуть легче чем без них с аэрилами у меня на этом ноже вообще не возникало никаких проблем они достаточно приятно докручиваются и залетают в руку да и сам нож в целом адекватно контролируется ощущается в воздухе из-за его около идеального веса 125 грамм что ж теперь перейдем к сизерам на этом ноже они просто замечательные но подмечу что только со всеми грузами в рукоятях без грузов по моим ощущениям очень сильно не хватает инерции на всяких трюках по типу жираф и тому подобных нож приходится разгонять куда сильнее для подобных трюков что лично у меня вызывает некий дискомфорт поэтому тут мое предпочтение на все сто процентов остается за грузиками о ладерах здесь особо рассказывать нечего они тут просто хорошие цепкость самого ножа прекрасная вес очень приятный что также положительно сказывается на ладерных трюках но все равно назвать их идеальными я не могу как минимум по той причине что джимпинг на спейсерах здесь выполняет лишь визуальную роль и цепкости на концах рукояти он по большому счету вообще не добавляет поэтому ладеры здесь просто хорошие и не более под конец остались фанинги к ним у меня вообще никаких вопросов нет залетают идеально что с грузами что без но фанинги это единственный аспект флиппинга где я бы отдал свое предпочтение версии именно без грузов на концах рукояти но в целом так или иначе фанинги тут отличные ну и под конец видео немножко расскажу про свои кит личные впечатления до выскажу свое мнение по поводу этого ножа и будем да я думаю уже потихонечку видео подводить к концу вот на самом-то деле на данный момент времени я прям не побоюсь и скажу что скорее всего даже не скорее всего так и есть это лучший нож моей коллекции на данный момент времени если раньше меня было достаточно легко скажем так удивить потому что у меня в основном были только клоны в коллекции прям огромное количество клонов у меня больше 40 ножей было да и сейчас есть вот то сейчас моя коллекция уже очень много всяких и зарубежных оригинальных ножей наших оригинальных ножей и по совокупности всех вот качеств характеристик и так далее наверное да на данный момент то хайдс это реально лучший нож моей коллекции по крайней мере вот именно на данный момент для меня этот нож идеален всем у него классические бушинги самая моя любимая самая приятная система идеальная обработка всего клинка рукояти да то есть все идеально просто обработано по флипу тоже потрясающе баланс хб с небольшим уклоном в ручке это тоже один из моих самых любимых вообще балансов во флиппинге и один из самых приятнейших весов тоже он весит по моему что-то порядка 125 130 грамм для меня опять же это тоже один из самых идеальных весов вообще в мире флиппинга поэтому в моем да именно в моей коллекции этот нож на данный момент я думаю прям лучший это мой персональный грейл если можно его так назвать вот стоит ли он своих денег думаю да думаю да потому что опять же не есть чем сравнивать есть зарубежные оригинальные ножи примерно по таким же ценникам и там все куда куда хуже поэтому да на данный момент времени китайский ножевой рынок китайская ножевая индустрия развивается просто космическими какими-то масштабами и они реально научились выпускать выпускать очень крутые годные ножи вот это тому подтверждение потому что этот нож реально заслуживает уважения здесь просто все круто абсолютно все круто мне здесь вот я говорю докопаться особо не к чему кроме вот фурнитура который да я рассказал но опять же может быть просто мне не повезло так или иначе никаких больше других косяков я здесь не нашел хотя пытался вот потому что да как я сказал чуть-чуть ранее видео я этим ножом владею уже где-то наверное недели две-три я прям усиленно его флипаю прям вот долблю его и так далее то есть я действительно ножом в общем-то пользуюсь по его прямому скажем так назначению вот потому что это нож именно для флиппинга создавался опять же едиси ножи сами понимаете никто не будет туда ставать грузики для того чтобы менять баланс и вот поэтому да нож работает по своему прямому назначению и завод по крайней мере три недели его владением мне не возникло вообще никаких проблем и вопросов вот кроме там первого дня с фурнитуркой как-то так принципе да я свое мнение высказал стоит ли его покупать уже решает каждый сам для себя я абсолютно доволен не приобретением это нож на бартер мне то его заслал как раз таки на обзор для русского комьюнити вот потому что он по его словам очень любит наше русское комьюнити вот так что да но опять же так или иначе если бы я его лично покупал а по иронии судьбы я хотел его купить просто через месяц я договорился с потому что бы он не выслал его на обзор вот но так или иначе я собирался его покупать если бы я его купил за те деньги за которым продается сейчас на алиэкспресс это что-то порядка пятидесяти тысяч рублей честно говорю я не пожалел бы не пожалел потому что не есть другие зарубежные ножи за которые заплачены примерно те же деньги и там все куда куда хуже вот опять же все ножи разные так или иначе вот для меня хейтс это прям топчик очень крутой нож стоит абсолютно каждого своего рубля так что те у кого было желание есть возможность деньги и так далее попробовать какой-то крутой оригинальный нож то хейтс реально ваш выбор нож прям очень круто вот я думаю и так уже очень много распинаюсь я думаю на этом да можно видосик заканчивать уже подводить концу вот всем спасибо за просмотр если вам видео это понравилось подписывайтесь на канал лайки ставьте во все там соцсети подписывайтесь телеграм не телеграм вот в основном там конечно весь движ всякие инсайды и про видосы и так далее все в телеге вот да и в принципе да все я думаю на этой ноте можно заканчивать видео еще раз всем спасибо за просмотр и хорошо